Хлеб на закваске Хлеб – это самостоятельная еда. И я разрабатываю такие виды хлеба, которых нет у нас в городе, то есть с какими-то добавками, на гречневой муке, на льеной муке. Ранее Инна работала на дому. Слава о ее хлебобулочных изделиях разлетелась по городу. В итоге девушку пригласили в одну из севастопольских пекарен, и она стала одним из ее учредителей. Трудится здесь недавно, а покупатели уже полюбили новую продукцию. Мы почувствовали удивительный запах, очень приятный. Решили зайти попробовать. Купили по круассаду. Разрабатывает рецепты, замешивает тесто и выпекает Инна сама. Вспоминает, когда пришло время выбирать профессию, ни минуты не сомневалась. Мама-повар отговорить не смогла. Сначала Инна пошла по ее стопам, работала в ресторанах, а примерно год назад, что называется, заболела выпечкой. Ей хочется не просто накормить людей вкусным и полезным хлебом, главное – подарить через него свою любовь. Для меня это такая магия. То есть, вроде бы все обычно – мука, вода, соль. Но это всегда немножко про любовь, это всегда немножко про волшебство. Еще один важный ингредиент для выпечки – хорошее сливочное масло. Было время, когда использовали и импортное, и отечественное, но после введения санкций с легкостью от первого отказались. И нашли еще больше российских производителей качественной продукции. Особое место в этой пекарне занимает дровяная печь. Хлеб в ней готовится в три раза быстрее, а температура в 300 градусов раскрывает все вкусовые качества теста. Но и это все, пожалуй, в выпечке не главное. Как говорила моя бабушка, что тесто любит добрые руки, теплое, горячее сердце, и нельзя к тесту подходить с плохим настроением. Да, оно все чувствует. Ирина Шестерякова, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.